В Минске стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Сложнейшие программы на льду, невероятно красивые костюмы и запредельная конкуренция. Российские спортсмены представлены во всех дисциплинах. Первыми за медали поборются женщины. Сегодня у них короткая программа. И, конечно, все с нетерпением ждут выступления одной из фавориток первенства нашей олимпийской чемпионки Алины Загитовой. О том, как к важным соревнованиям готовятся фигуристы, в репортаже Ольги Паутовой. Для большинства болельщиков фигурного катания чемпионат Европы начинается не с первого официального дня соревнования, а с того момента, когда на лед выходит она, Алина Загитова. Это первая предстартовая тренировка олимпийской чемпионки и на трибунах уже десятки людей. Здесь не только местные жители и российские фанаты. Например, эти девушки ради того, чтобы увидеть Алину, пролетели 8 тысяч километров из Пекина. Она моя любимая фигуристка. Я так хотела увидеть ее не по телевизору. И вот специально взяла отпуск. И у меня уже мурашки просто по телу. Алина показала короткую программу. Уверенная, спокойная, мощная. Она провела очень интенсивную тренировку. Без ошибок. Все 40 минут почти не переставала прыгать. И, казалось, сил хватило бы еще настолько же. Алина прыгала великолепно. Просто мне кажется, без всякого малейшего и какой-то усилия. И она летит просто как пушинка. Но Загитовой этого уже будто бы мало. За пару дней до Нового года в сети появилось видео, как она с помощью удочки учится прыгать новый прыжок. Флип в 4 оборота. Это помогает, опять же, даже для тройных прыжков. Они становятся более качественными. Для Софьи Самодуровой и Станислава Константиновой это первый чемпионат Европы. Но при чистом прокате у них есть все шансы вернуться домой с медалями. Всю их тренировку от бортика не отходила Татьяна Тарасова. Она очень верит в наших девчонок. Не переживай, ладно? Не сделай то, что умеешь. Еще одни дебютанты Европейского первенства пары. Александра Байкова, Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко, Денис Хадыкин. В прошлом году они были юниорами. А вот Евгения Тарасова и Владимир Морозов чемпионами Европы становились два года подряд. И в этот раз за свой титул намерены бороться до конца. Им предстоит жесткая конкуренция с французами. Ванессой Джеймс и Морганом Сепре. Для чемпионского задора Максим Траньков даже вернул Жене и Володе их олимпийскую короткую программу. Под музыку из второго концерта Рахманинова. Это очень удачная постановка. И в прошлом сезоне ребята рекордные баллы набирали. Были одними из тех немногих, кто набирал больше 80 баллов в короткой программе. Мужчины на лед выйдут только завтра. Чемпион России Максим Ковтун перед соревнованиями предпочитает оставаться в номере. Наедине с собой. Никаких соцсетей. Общение с близкими по минимуму. Этот сезон для него особенно важен. Ведь год назад Максим делал большой перерыв. И уже даже думал уходить из спорта. Как раз в этот временной отрезок я понял, что надо... Я не могу себя не реализовать. Хочется сейчас идти дальше. Хочется... Результат лучше и лучше. Ему предстоит встретиться с любимцем публики. Шестикратным чемпионом Европы Хавьером Фернандесом. Испанец уже объявил, что после этого турнира завершает карьеру. А вот в каком статусе узнаем совсем скоро. Желаю вам успехов, чтобы вы победили на чемпионате Европы. Последними в бой вступят танцевальные дуэты. Виктория Синицына, Никита Кацалапов и Александра Степанова, Иван Букин. Их главное оружие видно уже в аэропорту. Невероятная харизма и артистизм. У нас все-таки такое больше искусство на льду. И поэтому нам нужно показывать целостность программы. Чтобы зритель действительно не отрываясь смотрел именно на какой-то мини-спектакль. Российская команда самая многочисленная на этом чемпионате. В каждом виде у нас по три участника. И фигуристы уже готовы доказать. Они еще и самая сильная команда. Ольга Паутова, Илья Марин, Алексей Кручинин, Сергей Панасюк и Христина Иванова. Первый канал. Минск. Все самое интересное из Минска покажет Первый канал. Выступление женщин в короткой программе сегодня в прямом эфире в 16.00. Не пропустите. И абсолютно все трансляции с чемпионата Европы по фигурному катанию смотрите на нашем сайте. Один ТВ точка ру.